добрый день продолжаем снимать видео из серии с чего начать эта часть 3 зачистка отливки так начинаем с того что у нас уже есть модель мы с ней определились сделали силиконовую форму отлили и отливка высохла прошлом видео рассказывал что время для сушки в естественных условиях необходимо в течение недели и так предположим что наша неделя уже пришла и вот перед нами высохшая отливка на ней покажу ближе швы никто не защищал вот они как есть так есть с ней никто еще не работу почему работаем по зачистке швов именно на сухую если наш наша отливка не высохла и мы пытаемся зачистить швы предположим мы это сделали тем же сам канцелярским ножом обычным канцелярским ножом брат со сменными лезвиями делать это удобно потому что лезвие можно поменять и использовать нож очень долго еще один вариант люди часто зачищают швы на сырую именно уточняю на сырую при помощи обычных стеков сейчас обычные стеки вот такого плана которым мы работаем позицию или вот такого плана также подходит для зачистки фигур на сырую почему мы чистим на сухую то есть когда зачистили вы и отливка была еще влажная сыра и потом ее отправили сохнуть вам придется к ней еще раз вернуться для чего для того чтобы пройтись после зачистки наждачной бумагой и просверлить отверстие если все эти операции по зачистке наждачной бумаги и изготовлению отверстия под монеты делаются на мокрую то а забивается сверло или в нашем случае фреза и она не сверлить и отверстие в этом случае у вас получится неаккуратно и второе забивается наждачная бумага поэтому сразу говорю что работаем работы по зачистке изделий будем производить на сухую и так с чего начнем очищаем по проходимся по периметру и убираем весь облой при помощи канцелярского ножа то есть весь периметр нашей модели должен быть зачищен view мы избавляемся от шва который остался после литья любое литье требуется после отливки зачищать убирать швы и убирать никовую систему если у вас хорошо сделано форму то операция по зачистке швов у вас будет занимать минимальное количество времени но запомните одну они будут всегда то есть швы будут всегда минимальные но не менее будут после того как мы прошлись по периметру следующая операция нам необходимо взять наждачную бумагу и пройтись я использую наждачную бумагу вот такую вот эта губка наждачная с наклеенной наждачной бумагой производит ее фирма 3м зернистость наждачной бумаги от 80 до 120 грит если будете использовать более грубую наждачную бумагу то при зачистке она будет оставлять риски на поверхности ваших изделий если более мелкую она будет забивать наждачную бумагу и работа по зачистке изделий будет занимать у вас больше времени сил а результат будет хуже поэтому наждачная бумага должна соответствовать зернистости от 80 до 120 грит проходимся также по периметру швов и мы их очищаем сразу скажу работаем фартуки и работаем в маске поскольку слесарные работы то есть зачистка после литья это достаточно грязная и пыльная работа и производить ее необходимо средствах индивидуальной защиты работая в респираторе и как минимум фартуки после того как мы зачистили прошлись по периметру наждачной убрали все шероховатости где-то какие-то косяки исправили на поверхности нашей готовой отливки следующим этапом нам необходимо изготовить отверстие под монеты вот чтобы изготовить отверстие под монеты и это отверстие было всегда одинакового размера и находилась в одном и том же месте необходимо использовать шаблон по крайней мере я так делаю то есть шаблон прикладывается изготавливается он из обычной наждачной бумаги ее хватает надолго она дешевая всегда есть наличие наждачная бумага не скользит по поверхности нашего изделия то есть по гипсу она не катается ее легко позиционировать делается специальный какой-то определенный ориентир по которым мы будем выставлять наш шаблон видно там нет сейчас покажу ближе примеру вот так будем выставлять вот раз и у нас отверстие будет постоянно в одном и том же месте на сейчас поближе подвинем так вот видно да и думаю что видно еще ближе отверстие будет находиться постоянно в одном и том же месте дальше берем карандаш обыкновенный простой карандаш прикладываем наш шаблон позиционируем вот таким образом чтобы наше будущее отверстие находилась по центру нашей отливки и намечаем границы отверстия по поводу размеров ширина не должна вас превышать больше трех миллиметров три с половиной максимум если вы сделаете большое отверстие на небольшой отливки это будет смотреться крайне грубо да и некрасиво это раз длина отверстия не больше четырех тире пяти сантиметров тоже зависит от размера вашего изделия следующее теперь необходимо после того когда мы разметили нашу модель отверстие про сверлить чем я буду сверлить я буду сверлить фрезой это микромотор и фреза диаметр фрезы 2 и 2 миллиметра пользоваться им удобно то есть я беру следующим образом фрезу и просто погружая и плавно виду на она сейчас поставлю камеру таким образом чтобы было это наглядно видно ну вот так вот думаю видно будет вот теперь у меня есть микромотор но в вашем случае корее всего это будет более бюджетный вариант и это будет обычная дрель и диаметр тогда сверла в вашем случае не должен превышать трех миллиметров то есть вот такой вот сверло моем случае диаметр его 3 миллиметра почему 3 не расскажу если берем сверло большего диаметра примеру 45 миллиметров то когда мы будем сверлить отверстия сверлить отверстие сейчас покажу так наша рука будет гулять из стороны в сторону в итоге отверстие будет кривое чем больше диаметр нашего сверла или фрезы тем больше более грубое и неаккуратное отверстие будет у нас маленькое отверстие аккуратно мы прошлись и потом можем его легко подправить сейчас покажу все наглядно вот берем погружаем и на выходе у нас получается вот такой вот аккуратное отверстие вначале видно что у нас есть небольшой заход этот заход я рекомендую поправить чем будем поправлять сейчас покажу где же где же где же поправлять будем обычным четырехгранным надфилем надеюсь видно у него четыре грани благодаря этим граням он позволяет нам сформировать ровно аккуратное прямоугольное отверстие диаметр или размер как раз нашего надфиля и составляет 3-4 миллиметра он выполнен на конус благодаря этому мы сможем сформировать аккуратный внешний вид отверстия под монеты то есть когда мы сверлили наша фреза или сверло гуляла влево или вправо то есть дрогнул рука сейчас мы это исправляем должно получиться что-то в этом роде можно еще поправить конечно вот с этой части с этой стороны видно да но и уже этот вид очень приемлемый очень аккуратный у нас получились аккуратные параллельные грани и отверстия находится по центру нашей отливки и при этом она незаметно можем убрать немного края ну вот так после того как мы сформировали отверстие не зачистили его по периметру следующее что необходимо сделать это будет продуть наше изделие дело в том что когда мы сверлили на сухую там образовался гипс когда заказчик или покупатель ваш потенциальный возьмет вашу работу понесет ее домой из магазина перевернет когда будет вращать в руках и смотреть о какая она классная прикольная мило перевернет ее в руках и весь этот белый порошок высыпется на его чистую одежду это очень неприятно на самом деле поэтому чтобы этого не происходило в отверстие под монеты необходимо вставить пистолет продувочный и при помощи компрессора выйдут оттуда весь этот порошок который гипсовый там пол остался или хотя бы просто перевернуть и высыпать оттуда этот порошок так ну по зачистке уже разобрались что в какой последовательность как делать отверстие почему именно по шаблону чтобы она получалась в одном и том же месте из чего должен быть шаблон но я показывал это все на примере всего одно одного изделия в вашем случае будет маленько по-другому будет сначала мы 10 или 20 отливок зачищаем убираем все шероховатости убираем при помощи канцелярского ножа все швы потом все 10 20 50 отливок размечаем по шаблону формируем отверстие намечаем отверстие где она будет в каком месте она располагаться у нас будет после того как все у нас от изделия размечены следующим этапом сверлим все 10 наших отливок или 20 сколько у нас есть потом поправляем у них у всех отверстие при помощи надфиля и после этого уже зачищаем при помощи наждачной бумаги то есть все операции как на конвейере сначала зачищаем потом размечаем потом сверлим потом проходимся по периметру наждачной бумаги бумагой не думаю этап зачистки я рассказал очень наглядно и подробно следующем видео расскажу как красить какую краску использовать как лачу какой лак использую почему не грунтую и в общем еще многие многие другие вопросы